Виталик алкоголик, всем привет! Я трезву, слава Богу, 5 лет, 10 месяцев и 17 дней. Я живу в Израиле, в городе Натания. Моя домашняя группа называется Альтернатива, это в городе Бадьян, соответственно, тоже в Израиле. Спасибо большое за приглашение. Сегодняшняя тема звучит «Помощь другим. Основа нашего выздоровления. Вашего выздоровления» написано в нашей книге «Анонимные алкоголики», которая обращается к нам, ко мне. Очень важный момент. Очень часто можно услышать на собраниях, на группах. У нас духовная программа. Я очень часто слышу духовную программу. И почему-то гораздо реже я слышу упоминание, что кроме того, что наша программа духовная, она также альтруистическая. Это фактически написано в самом начале книги, в главе «Мнение доктора», если не ошибаюсь, что наше решение проблемы основывается как на духовной, так и на альтруистической основе. Что не менее важно и не менее интересно, на мой взгляд. Что же такое альтруизм? Я просто со словаря читаю значение этого слова. Альтруизм – это готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считая со своими личными интересами. Да, для меня, как для алкоголика, законченного эгоиста и эгоцентриста, бескорыстно действовать на благо других, да еще не считаясь с моими собственными интересами. Хотя, мои личные собственные интересы я всегда ставил превыше других. Ну, было что-то необычно, непонятно. Непонятно, зачем это делать, непонятно, как это делать. И самое непонятное было для меня, как это может в конечном итоге быть полезно мне. Да, ведь в конечном итоге я пришел в анонимные алкоголики изначально не для того, чтобы быть полезным кому-то. Да, я пришел для того, чтобы анонимные алкоголики были полезны мне. На тот момент, когда чуть менее шести лет назад я услышал про анонимные алкоголики, про программу «12 шагов», находясь в реабилитационном центре, с которого, по сути, и началась моя трезвость. Я был убирающим человеком, уже находящимся на последней стадии алкоголизма, полностью к тому моменту уже деградировавший психически, физически, умственно, морально, духовно, душевно. Оставалось совсем немного, только умерев физически. За год до этого врачи мне уже поставили диагноз «сорос печени», но я все равно продолжал пить. Совсем недолго я пробыл в трезвости, и то большую часть этой трезвости была благодаря тому, что я находился в реанимации в больнице. Потом было еще пару месяцев достаточно такого тяжелого восстановления. На мое счастье, мое физическое состояние достаточно быстро начало приходить в норму. Все-таки я был достаточно молодой, 36 лет мне было на тот момент. И как только мое физическое здоровье поправилось, начало поправляться, я пошел пить. Почему? Потому что на тот момент у меня были какие-то объяснения, почему я пошел пить. Кто-то называет это «сорвался», но на самом деле я не сорвался. Я просто продолжил делать. На тот момент единственное, что я мог делать в своей жизни, это пить. То, что я делал регулярно, непрерывно, изо дня в день, более 10 лет подряд до того, как я попал в больницу. Еще 10 лет было, как сказать, на разгон, но тем не менее, и в те годы, больше 20 лет, я очень много пил, употреблял, были разные другие вещества, кроме алкоголя. Последние лет 10 это был только алкоголь, это был ежедневный алкоголь, как я уже сказал, его было много. И на сегодняшний день я понимаю, что я просто не мог не пойти пить. Почему? Потому что я хронический алкоголик. И для меня вопрос, пить или не пить, не стоит. В какой-то момент, я не знаю, в какой именно момент это случилось, как сказано у нас в книге, алкоголики теряют возможность выбора во всем, что связано с алкоголем. То есть, это значит то, что я могу выбирать не пить, я могу принимать решение не пить, я могу клясться себе и другим, всем, я не знаю, самым дорогим на свете. И это будет честно. И я действительно честно принимал множество раз решение не пить. Если бы меня в тот момент провели на детекторе лжи, он бы сотни раз из ста показал бы, что я говорю правду. Я действительно, правда, я действительно принял решение, я действительно собрался с завтрашнего дня, со следующего воскресенья, с нового года, с дня рождения. Да, все, я больше не пью. И тем не менее, тем не менее, то, что я потерял возможность выбора во всем, что касательно алкоголя, значит, то, что, несмотря на то, что я принимал честное, твердое решение не пить, я все равно шел пить. И когда я начинал пить, я всегда пил много в силу второго симптома основного заболевания, алкоголизм. У меня никогда, сколько я помню, вот себя, с первого раза, когда я выпил, наверное, мне было лет 14 на тот момент, я выпил много. То есть, я, окей, на тот момент это было еще не столько много, потому что, будучи там пацаном, без привычки пить, без физической вот этой вот какой-то закалки, да, как я это называл, естественно, я выпить много, большое количество алкоголя не мог, но я выпил гораздо больше, чем мне нужно было. И это было всегда. А нужно мне было всегда на самом деле немного. Нужен мне всегда был тот самый чудесный, волшебный эффект, который давало мне, ну, может быть, не первое, но, по крайней мере, первые три рюмки. Да, вот это вот чувство, хух, да, упавшее с плеч горы, да, чувство свободы, свободы от самого себя, от тысячи и тысячи ненужных каких-то мыслей, каких-то ощущений, каких-то чувств, которые постоянно присутствовали. Я люблю очень всегда сравнение это вот со стиральной машиной, да, неперестающая работающая стиральная машина из мыслей, да, которые вот включаются у меня, как только я открываю утром глаза и до того момента, когда я начинаю засыпать ночью. Какие-то страхи, какие-то запарки, какие-то непонятные состояния, да, вот сколько я себя помню, с самого раннего детства у меня постоянно было вот в голове эта включенная стиральная машина, и как результат было очень много каких-то, как я уже сказал, беспокойств, страхов и всякого такого, но стоило мне выпить те самые две-три рюмки, и вдруг эта стиральная машина выключалась, ну или в крайнем случае переходила на очень медленные, очень медленные обороты, и мне вдруг становилось легко, я становился беззаботным, куда-то уходили страхи, мир вокруг становился лучше, люди в этом мире становились лучше, и самое главное, и я становился в сто раз лучше, да, я становился лучше, красивее, умнее, добрее, общительнее, разговорчивее, мне всегда было очень тяжело находить контакт, даже не то, чтобы мне было тяжело находить контакт со другими людьми, он всегда находился, да, потому что я рос вроде бы внешне как бы нормальным человеком, подростоком, ребенком, и у меня были и друзья, там и тусовки, и компании, и слава богу, семья нормальная, и вроде бы внешне все было нормально, но меня всегда это внутри очень напрягало, да, меня это всегда внутри очень напрягало, я всегда чувствовал некую преграду, некий барьер, когда мне приходилось какие-то делать самые-самые простые действия, общаться с людьми, что-то там, и алкоголь, несомненно, первые годы помогал, помогал, помогал мне выстраивать взаимоотношения с окружающим миром, общаться с людьми, знакомиться с людьми, знакомиться с девушками, кстати, вот одна из интересная черта меня как алкоголика, это я тоже заметил только с возрастом, вернее с возрастом, уже придя в программу анонимной алкоголики, я понял одну интересную вещь, на самом деле, с одной стороны, я никогда не любил людей, с другой стороны, я всегда ощущал некую болезненную потребность в людях, да, и не просто быть среди людей, но быть в центре внимания людей, да, находиться в центре внимания, хотя, ну, на самом деле, непонятно зачем, потому что, как я уже сказал, по большей части мне не сильно нравились люди, я их не сильно любил, они меня напрягали, но вот такая вот, такие противоположности, очень характерны для многих алкоголиков, зависимых людей, да, не только алкоголиков, я это часто встречаю, у людей с разными зависимостями, и, как я уже сказал, да, поначалу алкоголь помогал мне выстраивать взаимоотношения с людьми, быть в центре внимания, как мне казалось, но через, чем дольше я прибегал к этому лекарству, через какое-то время, естественно, я пил все больше, все чаще, и через какой-то момент я обнаружил еще более чудесный эффект от алкоголя, оказывается, оказывается, можно так же легко общаться с людьми и быть в центре этого самого внимания, вообще не общаясь с людьми, да, вообще не выходя из комнаты, для этого было достаточно алкоголь, да, для этого было достаточно только алкоголя, и вести диалоги, беседы, общаться, спорить, что-то доказывать людям, которых, ну, на тот момент не было в комнате, да, и я полюбил из-за этого алкоголь еще больше, да, я полюбил алкоголь еще больше и стал еще больше пить, и состояние трезвости я исключил фактически из своей жизни в какой-то момент, точно так же, как и фактически исключил присутствие людей в своей жизни, да, я вот большую часть своего времени, алкогольной карьеры, да, я предпочитал пить один, да, мне для этого не нужен был никто, ну, как я уже сказал, мне хватало компаний один на один с бутылкой, и вот так, как я уже сказал, это продолжалось до, фактически, до 37 лет, когда я уже умирающий на последней стадии алкоголизма, оказался сначала в больнице, потом, как я уже сказал, я продолжил пить, покуда не очутился в реабилитационном центре 10 октября 2017 года, по сути, откуда и началась моя трезвость, и началось мое знакомство с сообществом анонимной алкоголики из программы, я до этого ничего не слышал о сообществе, о программе, и впервые, когда об этом услышал, опять же, вот, там, я не знаю, второй, третий день трезвости, когда я более или менее уже пришел в себя, и вернулась способность хоть что-то там понимать и слышать из происходящего вокруг, там были разные группы, приходили ребята из анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, делали служение, проводили собрания, я сидел и слушал вот все это, и услышанное, если честно, мне, ну, совсем-совсем не нравилось, то есть, вот, большую часть, конечно, из того, что я слышал, я не понимал еще на тот момент, но то малое, что я понял, мне не понравилось, я был человеком абсолютно неверующим, не люблю это слово, атеист, да, но на самом деле человек, которого, ну, вот, духовность, религия, какой-то там Бог, какой-то там это, это, ну, мне казалось вообще в 21 веке думать и говорить, уж тем более серьезно говорить взрослым людям о таких темах, как Бог или духовность, опять же, в 21 веке это, ну, ну, несерьезно, да, то есть, я вот сидел и слушал и про себя думал, ну, ребята, вы издеваетесь, короче, надо мной, да, я тут, я тут подыхаю на минуточку, да, а вы мне вот всю эту хрень, чушь какую-то там с Богом, ну, и другие непонятные вещи, там, служение, какое-то сообщество, каких-то алкашей собираются, там что-то они рассказывают друг другу, плачут друг другу в плечо, как мне казалось, да, жалуясь, на то, как им там живется в трезвости, ну, так мне это представлялось, да, служение я не понимал, когда приходили тоже ребята с блестящими глазами и рассказывали, как это по кайфу, там, вот, я пришел на группу, я там, не знаю, там, вымыл пепельницу, да, там, на собрании, после собравшихся, да, или помыл там полы на группах, и вот это служение, это там отдача, это там быть полезным другим, я сидел тоже думал про себя, ну, вот придурки, да, короче, ну, при чем здесь, при чем здесь, там, духовность, при чем здесь полезность, да, ну, чувак, ради Бога, ты всего-навсего помыл пепельницу, да, ты что, издеваешься, и все это вот казалось мне абсолютно таким непривлекательным, не, и самое главное, не какой-то там рабочей схемой, да, то есть чем-то, что может мне реально как-то помочь, помочь не пить, помочь не пить, и на тот момент мне казалось, что это вот, ну, основная, это главная моя цель, бросить пить и научиться не пить, хотя, опять же, возвращаясь в нашей книге анонимные алкоголики, там, с самого начала для новичков, для большинства новичков, которые знакомятся с программой, есть некоторые такие существенные открытия, там написано, что мы считаем, что бросить пить, это всего лишь начало, вот, когда, я думал, что бросить пить, это, как бы, конечная цель, да, всего этого, а мне сказали, а мне говорят, нет, нет, смотри, бросить пить, это всего лишь на всего начало, там, наша главная цель, да, задача, научиться применять принципы, принципы программы, духовные принципы, можно их называть по-разному, во всех наших делах, на работе, дома, в наших остальных делах, то есть научиться жить трезво, да, бросить пить, это всего-навсего первый шаг, и дальше у нас сказано, что, а для чего это надо, да, для чего, и тоже, буквально на следующей странице скажется, что само мое, само наше, то есть мое существование зависит от того, в какой мере я буду полезен другим, да, что цель становиться полезнее для окружающих, но, ребята, в самом деле, кому я могу быть полезен, кому я мог быть полезен на тот момент и чем, да, и вы знаете, и на самом деле, это одна, на мой взгляд, из чудесных вещей в нашей программе, именно вот, то, что анонимные алкоголики и 12 шагов научили меня абсолютно бесполезного, ну, я не побоюсь этого слова, ну, просто паразита, да, вот, паразита, который всю жизнь паразитировал, да, который всю жизнь, только думая и заботясь о себе, о своем собственном выгоде, о своей собственной благе, не считался никогда с интересами, там, других людей, и программа научила и учит такого, как я, действительно приносить какую-то пользу, да, и дальше эта красная нить проходит через всю, всю нашу книгу, да, всю нашу программу. В молитве третьего шага мы просим Бога, да, по сути, заключаем сделку, да, я прошу Бога, чтобы он освободил, да, чтобы в первую очередь я говорю, что я готов перепоручить свою волю, свою жизнь заботе Бога, да, чтобы Бог освободил меня, там, от себя любя, от эгоизма, чтобы я был примером для других людей, да, для тех людей, которым я помогу, помогу его милостью, его волей, и, и, как я уже сказал, вот эта фишка, о которой говорили многие приходящие алкоголики, да, вот, отдаваем и получаем, тоже, ну, не казалось мне, как, как это работает, да, ради Бога, как это может работать, я понимаю, что требуя, вымогая, выпрашивая, уговаривая, воруя, отбирая, как я привык, да, я могу получать, ну, как это вот я отдавая, могу получать, как это вот быть полезным другим для того, чтобы быть полезным себе, ну, на самом деле, я на сегодняшний день, то есть, ну, до сих пор не имею представления, как, как это работает, да, почему, научившись бескорыстно отдавать другим людям, я начал получать взамен, на самом деле, сегодня, вот, спустя фактически 6 лет, я стараюсь много отдавать из того, что я могу отдавать, не потому, что я такой хороший, ну, вот, реально не потому, что я такой хороший, поначалу я это делал, начал делать по одной простой причине, я просто не хотел подыхать, да, я ужасно боялся умереть, то есть, я реально понимал, что я скоро умру, да, и я не видел никакого, никаких вариантов, никакого выхода, никакой альтернативы мне не представлялось, да, и, как я уже сказал, то, что мне предложили анонимные алкоголики, вот, мне не показалось привлекательным или какой-то рабочей схемы, вот, не на секунду, я начал делать это именно из-за страха за собственную жизнь, да, просто элементарно желание выжить, да, и поэтому, поэтому, не на секунду, не веря тому, что говорят анонимные алкоголики, я, тем не менее, в какой-то момент, решил, принял то самое решение, окей, ладно, хрен с вами, что вы тут не говорили, какую бы чушь вы не несли, я попробую сделать вот то, что вы говорите, ну, потому что, если это не сработает, я понимал, что, как бы, ну, никаких шансов больше, кроме этого, у меня не остается, и, несмотря на вот это внутреннее сопротивление, которое было достаточно болезненное состояние, да, очень много внутри у меня было по отношению к духовности, к Богу, как я уже сказал, я был человеком абсолютно не просто неверующим, а просто, ну, там, на корню отрицающим всякую возможность существования некого, там, ну, неважно, там, мне говорили, конечно, вот, вначале, что там Бог, это может быть не Бог, это может быть, там, другая высшая сила, там, это не религиозная, это духовная программа, я хрену, ну, вот, на тот момент я, я ни на секунду не видел разницы, да, там, что говорили, что это там духовная, а не религиозная, но мне от этого не становилось ни на секунду легче или как-то понятнее, да, потому что разница между там духовной и религиозной, или там, что это может быть не Бог, а какая-то там другая высшая сила, или ты сам мог выбрать себе какую-то высшую силу, ну, я абсолютно ничего не хотел, да, ни Бога, ни высшую силу, и не хотел ничего там себе, Бог, как я его понимаю, или как я его понимаю, но мне абсолютно это не хотелось и не нравилось, да, и тем не менее, и тем не менее, как я уже сказал, я принял в какой-то момент, ну, на самом деле, как я сегодня понимаю, единственное правильное решение в своей жизни на тот момент, это действительно прийти и сделать вот то, что мне предлагают, и я был абсолютно уверен, что, ну, вот, вот, хорошо, я приду, я сделаю эти 12 шагов, это не сработает, да, это не сработает, и все равно в какой-то момент я пойду пить, да, но у меня было твердое решение, что вот, покуда я там не сделаю эти программы 12 шагов, я там хоть сдохну, я, ну, не притронусь к алкоголю, в крайнем случае, на этот период, да, и плюс еще я действительно настолько в это не верил, что я, ну, решил, что я сделаю эту программу настолько хорошо, что, вот, до меня никто ее не делал так хорошо, да, вот, у меня было такое, на самом деле, готовность была сумасшедшая готовность, которая была результатом того самого отчаяния и страха, вот, в том положении, в котором я находился, и придя через пару месяцев в сообщество, да, я вышел, я два месяца был в реабилитационном центре, я пришел в сообщество, и я, как я уже сказал, у меня было решение сделать 12 шагов, и я уже на тот момент понимал, что для того, чтобы сделать 12 шагов, нужен такой человек, спонсор, да, спонсор, это вот тот человек, который проводит других алкоголиков по шагам, мне казалось, это что-то вот, ну, наподобие, там, инструктора, командира, я не знаю, учителя, примерно так мне представлялась роль спонсора, и я на тот момент считал, да, неважно, ну, пусть будет спонсор, но мне, мне нужен самый лучший спонсор, который вот есть, да, в крайнем случае, на тот вот момент, который из тех, которых был в Израиле, тогда еще было не сильно развита, как сегодня, вот эта схема, спонсорство онлайн, хотя тогда уже, я знаю, многие ребята спонсировали, но, опять же, было совсем недавно, да, всего-навсего-то, еще шестилетний прошло, количество онлайн-групп на тот момент можно было пересчитать по пальцам руки, наверное, хватило бы одной руки, про Zoom еще никто тогда не слышал и не знал, и большая часть работы, выздоровления, она была в живую, а не онлайн, и, как я уже сказал, лучший, самый лучший спонсор, в крайнем случае, тот из которого я мог найти на тот момент в Израиле, и я помню, это было сейчас, оглядываясь назад, смешно, конечно, звучит, я выбирал, ходил, выбирал, присматривался, да, кто же из спонсоров лучше, что такое лучший спонсор, что такое хороший спонсор, я не знал тогда, на самом деле, сегодня я понимаю, что, ну, у нас не существует какой-то там, да, какой-то там градации, каких-то там показателей, да, каких-то баллов или очков, там, кто лучший спонсор, кто худший спонсор, но тогда я всего этого не видел, не понимал и не знал, да, я ходил, выбирал себе лучшего спонсора, покуда такой человек не нашелся, вернее, это будет неправда сказать, что он нашелся, на самом деле случилось абсолютно наоборот, я, как я уже сказал, я приглядывался, у меня были в моем там представлении какие-то критерии для спонсора, он должен быть, у него должен быть обязательно большой срок трезвости, он должен быть, ну, не знаю, он мне должен понравиться, да, и вот я ходил, я, там, у меня было несколько кандидатов, и я смотрел на одного, да, и думал про себя, ну, да, вот у этого, там, да, самый большой срок трезвости, но что-то он какой-то такой, ну, строгий такой, слишком такой дядька, да, там, второй, он, вроде, там, и мужик хороший, там, и то, и сего, но что-то срок трезвости у него не очень такой большой, да, третий, там, у него, вроде, и срок трезвости нормальный, и сам по себе он, вроде, нормальный такой, но что-то он слишком часто говорит про Бога, да, и при этом как-то у него глаза светятся, вот, и больше месяца уже прошло, да, я ходил по группам, я ходил много на группы, и, наверное, скорее всего, это не закончилось бы хорошо для меня, потому что не знаю, сколько бы я еще продержался на мышце и на третьем шаге, как я уже сказал, вот то самое решение, да, твердое решение прийти и сделать все, что от меня требуется, это было решение третьего шага, но у нас в книге сказано, что этого, да, одного этого недостаточно, это может иметь только кратковременный эффект, если мы не подкрепляем это серьезными действиями, серьезные действия я не делал, я ходил на группы, и мое состояние ухудшалось изо дня в день, и, скорее всего, это закончилось бы очень плохо, если бы в какой-то момент, после одной из групп, ко мне не подошел человек, сказал мне, слушай, вот, там я слышал то, что ты рассказываешь на группе, а рассказывал я на группе, естественно, ну, кроме того, что я нес всякую чушь, я еще высказывал это выговаривала в крайне негативной форме, ну, опять же, какое состояние такое, то я и высказывала, как я уже сказал, мне было очень-очень хреново на тот момент, очень много злости, очень много тоски, вот, какой-то такой безысходности, безнадеги, да, и все это меня настолько, настолько подавлено в состоянии я был, я все это вываливал, естественно, на собраниях, и ко мне подошел человек, сказал, окей, я тебя вот слышал, то, что ты говоришь на собрании, я тебя понимаю, и ты уже, как бы, достаточно шляешься на группах, да, у тебя уже срок трезвости, да, все-таки там плюс-минус три месяца, с небольшим, давай-ка, наверное, пришло время тебе начать заняться делом, сделать 12 шагов, и вот я могу тебе в этом помочь, и, вы знаете, скорее всего, это на тот момент спасло мне жизнь, и те, кто считают, что 12 шаг или вообще какая-то там пятая традиция, неважно, служение, это вот сидеть и ждать, покуда подойдут, покуда ко мне обратятся новички, да, или там сидеть на группе ждать, покуда к тебе кто-то подойдет, или там ставить пятерочки в чате, или там, да, просто, просто, ну, короче, сидеть на жопе, если ровно, и ждать, покуда к тебе обратятся, на самом деле, это, ну, это не тот 12 шаг, который я знаю, который я делаю, понимаю, на самом деле, в 12 шаге, 12 шаг начинается там прямо на первой странице, нам говорят искать, да, вы найдете их, ищите, да, то есть ищите, делайте, да, 12 шаг это активное действие, мое действие, да, я не должен сидеть и ждать, покуда ко мне кто-то обратится за помощью, да, кстати, у нас в большой книге нигде так не написано, наоборот, в главе работы с другими, там раз за разом повторяется, идите, ищите, не получилось другим, идите к другим, ищите других, подспонсорных, подопечных, и, как я уже сказал, именно благодаря тому, что вот так вот мне, ко мне подошел спонсор, я еще тогда не знал, что это мой спонсор, но на самом деле, на деле у меня в тот момент, вот после того разговора появился уже спонсор, хотя я еще на тот момент, я сказал, что окей, хорошо, спасибо, что предложил, дай-ка я подумаю, чуть-чуть, пару дней, и на самом деле я уже не думал, да, у меня было вот это решение, и через какое-то время мы начали с ним, с моим спонсором работать по большой книге, он мне начал читать большую книгу, объяснять, объяснять все, что там написано, объяснять все, что мне там предлагается делать, естественно, я все это делал по мере, и вы знаете, и вот я действительно в первое время не мог понять, то есть как я уже говорил, да, то есть для меня изначально спонсор, это вот казалось что-то какой-то, вот я говорю, ну, там, наставник, учитель, может быть там инструктор, да, то есть это человек, который там, неважно, он приказывает или что-то дает какие-то рекомендации, неважно, но я понимал, окей, хорошо, он не берет за это денег, но тем не менее, в его собственных глазах это все-таки, там, я не знаю, повышает его там самооценку, авторитет, авторитет может быть в сообществе, да, ну, опять же, как мне это казалось, и, ну, чем дольше мы вот работали со спонсором, кстати, мы с ним продолжаем и на сегодняшний день, это вот мой спонсор на сегодняшний день, и я увидел, как много доброты, как много заботы, как много сострадания и даже нежности, к чему я не привык, да, были вот в нашем, вот в том, как он общался со мной, как он со мной делился своим опытом, как он меня проводил по шагам, ну, меня это удивляло, да, то есть было видно, что человек действительно старается быть полезным мне, и вы знаете, я на сегодняшний день, я тоже очень часто слышу вот в сообществах, и в сообществе очень часто ко мне обращаются мои поспонсорные на сегодняшний день, а как нужно правильно спонсировать, а там вот нужно строго, да, там нужно алкоголика, там где-то там кого-то там пинать, какие-то там ставить, там какие-то четкие там условия, рамки, я знаю много спонсоров, которые так работают, и они считают, как я уже сказал, что есть какой-то более или менее правильный способ спонсирования, да, как помочь другому алкоголику, просто я считаю, что каждый это делает по мере того, как он может, и так как это дано, и я считаю это правильно, кто-то там в силу своего характера, ну, может быть, в силу каких-то там своих, я не знаю, особенностей, да, может и делает это там строго, четко, там, шаг вправо, шаг влево, не шаг вправо, шаг влево, да, все очень это, я же нет, я так не умею, я так не могу, я работаю со своими подспонсорами, я тоже стараюсь делать это так, как это делал, так как это делал мой спонсор со мной, да, и опять же, я пробовал немножко по-другому, да, на самом деле результат всегда был одинаковый, да, результат всегда был одинаковый, к сожалению, большинство людей, тех, кому я стараюсь быть полезным, они не выздоравливают, и это поначалу меня достаточно сильно удручало, да, поначалу мне казалось, что это потому, что я плохой спонсор, да, мне казалось, что это я что-то плохо, может быть, речь не идет только о спонсировании, да, речь идет о служении, речь идет о нанесении вести, я очень много первые годы служил в репцентрах, вел группы, делал 12 шаг и в больницах, и много там мы делали по пятой традиции, всяких плакаты клеили, ходили там по социальным работникам и по всяким структурам, учреждениям, и результат, ну, на мое удивление, на мое сожалению, на мою досаду всегда результат был гораздо, гораздо меньше, чем я надеялся и рассчитывал, и как я уже сказал, поначалу мне казалось, что это потому, что я плохой или я что-то неправильно делаю, потом мне стало казаться, что это вокруг люди такие, да, ну, не знаю, там, не хочу выражаться, да, то есть, на самом деле, что я думал, ну, такие, какие-то им всем наплевать, им всем все равно, они какие-то там, да, то есть, или я плохой, потом это люди плохие, а потом все это приводило очень часто к мыслим и к состоянию, что все это вообще бессмысленно, да, а на хрена я все это делаю, на хрена я встрачу столько времени, столько сил, столько энергии, если в конечном итоге никто не выздоравливает, да, ну, то есть, никто, когда я говорю, никто не выздоравливает, мы доносим нашу весь, что говорится, до сотен и сотен, до, может быть, даже тысячи людей, ну, окей, если там в рамках одной такой небольшой страны Израиля, да, это, наверное, до сотен людей мы это доносим, а приходят из этих сотен, ты из этих тысяч, может быть, там, десятки приходят, а из тех десятков, которые приходят на наши группы остается, ну, вот, единицы, да, а из тех, кто остается, да, в конечном итоге, те, кто остается надолго и реально выздоравливают и продолжают дальше ту же самую работу, да, нести это дальше, это вообще, то есть, ну, вот, вот, единицы. Зачем все это? Зачем раз за разом ходить в репцентр и там что-то, да, опять же, после работы, я помню, в том репцентре, в котором я сам был пациентом, это было мое первое служение, да, где-то через полгода я взял служение ведущего, я ездил, а это в другом городе, тогда у меня не было машины, я после рабочего дня садился на автобус, почти два часа ехал туда, в этот репцентр, полтора часа обратно, ради того, чтобы вот час провести группу, а из-за того, что эта группа, этот репцентр находился в другом городе, сейчас там есть достаточно хорошая, сильная группа A, на тот момент тогда в том городе не было группы A, я ездил туда фактически один, туда никто из спикеров не хотел приезжать, да, ну, не то, что не хотел, фактически у никого не было возможности, да, после там рабочего дня вечером переехать в другой город, там, да, столько дороги, и меня это очень злило, да, я ездил туда большую часть один, да, и один сидел, и один спикерил, вот, пациентам репцентра, большая часть из которых там находились в отрицании, ну, в лучшем случае, в лучшем случае большинство людей там было абсолютно похрен на меня, и то, что я говорю, я уже не говорю, да, те, кто служит в репцентрах, естественно, знакомо, что встречается там и с насмешками, с издевками, и со всяким неприкрытым цинизмом, и, да, и с открытым какой-то там враждебностью, часто бывает такое, и я думал, ну, на самом деле, ну, вот, нахрена я все, ну, вот, кому это надо, мне, ну, я же вроде бы и так трезвый, да, я вроде бы и так выздоравливаю, и я то же самое с подспонсорными, да, то же самое с подспонсорными, делаешь, сидишь, читаешь с ними книгу, выделяешь время, не делаешь какие-то, там, да, пришел после работы, вместо того, чтобы отдохнуть, включаешь опять компьютер, или едешь там на час до начала группы, садишься, и читаешь, и объясняешь, и каждый день отвечаешь на звонки, и тратишь много времени на какие-то объяснения, на какие-то это, люди все равно, люди срываются, люди звонят, там, потом бухимии начинают тебя обвинять во всем, что можно и не можно, люди пропадают, да, даже не говорят о свидании, просто иногда несколько месяцев там общаешься с человеком, пытаешься что-то там сделать, объяснить, объяснить, а в один прекрасный день человек пропал, и все, и ни слуху, ни духу, да, и это случается, ну, вот, наверное, процентов 50 работы, да, из того, что я работаю с подспонсорными, оно заканчивается вот так вот, в какой-то момент просто человек исчезает. И все это, как я уже сказал, ну, поначалу меня очень сильно расстраивало, и постоянно я шел к моему спонсору, и я говорил, спонсор, зачем я, ну вот, зачем мы это все делаем, зачем, для чего я это все делаю. И мне спонсор говорил, ты это делаешь для того, чтобы оставаться трезвым, в первую очередь, во вторую очередь это ты делаешь для того, чтобы продолжать оставаться трезвым. А в третью очередь, подожди. Я ненавидел вот это слово, когда мне мой спонсор говорил, подожди. Да, отдай времени время. Подожди. Все, что ты отдаешь, оно всегда вернется. Я говорю, блядь, когда оно вернется? Да, как оно вернется? Да, как оно может не вернется? Я вот там хожу, доношу весть, делюсь опытом сотней алкоголиков. Как ко мне это вернется? Что в какой-то момент эти сотни алкоголиков вспомнят о том, что там Виталик приходил и пытался до них что-то там донести, что они все там скинутся мне по рублю. Да, это было бы хорошо, но этого же не будет. Да, то есть как это все ко мне вернется? И мне спонсор всегда говорил, подожди, дай времени время. Дай времени время и продолжай делать то, что ты делаешь. И опять же, возникали такие мысли, а почему алкоголиком? Да, ведь окей, хорошо, у нас сказано быть полезным. И кстати, ко мне очень часто приходят подспонсорные с тем же самым вопросом. Окей, а что быть полезным другим алкоголиком? Хорошо, но ведь можно и нужно, наверное, быть полезным другим людям. Да, другим людям. Вот тут же есть много людей, которые может быть... Да, сколько? Пять минут у меня осталось? Да, да. Отлично, окей. Ну, может быть, там другие люди, которым нужна помощь, которым тоже можно попробовать быть полезным. Да, там, я не знаю, бабушку перевезти через дорогу, там, я не знаю, кошку голодную накормить там или, я не знаю, или там голодного ребенка в Африке. Да, это же тоже, ну, как бы быть полезным. И такие мысли у меня тоже были. Такие мысли у меня тоже были. И мне постоянно указывали вот на эту фразу, да, которая в том же самом месте, в самом начале главы выход есть, где сказано, что само наше существование зависит не просто от того, что мы там будем, насколько мы будем полезны другим людям, но и от степени, в какой степени мы будем им полезными. И вот эта тема, степень полезности, на самом деле, это очень, очень интересная тема. Да, правильно, я могу быть полезен и могу помогать в других местах. Я могу перевезти бабушку через дорогу, но в конечном итоге любой другой человек может это сделать. На худой конец бабушка сама перейдет, да, я могу накормить там голодную кошку по дому, да, в конечном итоге ее может кто-то другой не хуже меня накормить, а в худшем случае кошка там сама, я не знаю, поймает мышку и поест, да. И так вот во многом другом. Но, что касательно помощи другим алкоголикам, я на самом деле понимаю, что мне могли быть полезны только такие же алкоголики, как и я. И, соответственно, другим алкоголикам я могу быть полезен, как никто другой, да, никто другой не может помочь и быть полезен такому, как я. То есть сам факт того, что я алкоголик, уже делает мою помощь, мою пользу другому алкоголику бесценной, да. И кроме того, и кроме того, если мы говорим о помощи другому действительно хроническому алкоголику, как я, речь идет о жизни и смерти человека, да. Это не просто помочь человеку, да. Это помочь человеку спастись от неименуемой, скорее всего, очень неприятной смерти от алкоголизма. И это могу сделать только я. И я могу это сделать не потому, что я такой хороший, там умный, красивый, способный, знающий ли это. Да, я могу сделать это только благодаря тому факту, что я сам алкоголик. Да. И мне кажется, это вот уникальнейшая и бесценнейшая вещь в нашей программе, да, где тоже в главе, по-моему, или работая с другими, или наше новое отношение в семье сказано, что благодаря там в Божьих руках наше темное, наше темное прошлое, мое темное прошлое становится ключом к жизни и счастью, что-то я не помню точно цитаты уже других людей, да. И степень нашей полезности, при этом она действительно возрастает многократно. И спустя шесть лет я могу сказать, уже с полной уверенностью сказать, что вот это вот абсолютно непонятная для меня до сих пор схема, отдавая, получая, работает. Причем работает, я получил за эти годы гораздо, гораздо больше, чем я отдавал, да. И чем больше я отдаю, тем больше я получаю. Да, это занимает время, это занимает время, это не там, пришел в магазин, дал рубль, получил товар на два, да. Это не так работает. И чаще всего я получаю совсем не из тех мест, которые вкладываю, да. Это действительно, я не знаю и не понимаю, как это работает. Я очень мало напрямую сделал для того, чтобы получить то, что я имею на сегодняшний день. А это не просто шесть лет трезвости, да. Это не просто душевный покой, это абсолютно новая жизнь. Жизнь, которую я получил первый раз 43 года назад, которую я пропил, просрал и все, что я мог в свои 37 лет, на что я был способен, это просто умереть, да. Я получил в подарок новую жизнь, новую жизнь, новую семью, новую работу, новых друзей. Вот чего и всем от всей души желаю в адонимных алкоголиках, кто приходит, кто только пришел. Главное научиться быть полезным другим людям. Как это заработает, я не берусь объяснить. Я могу поделиться опытом, что для этого надо сделать. А все остальное, все остальное, об этом уже позаботится ваша высшая сила, Бог. Ну, каждый, кто как это называет. На этом, наверное, я закончу. Спасибо, что послушали, спасибо, что пригласили. Если будут какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Все, спасибо трезво сегодня. Спасибо большое, Виталик. Спасибо тебе на свое поступление. Вопросы, само собой, будут. Как минимум, уже два человека готовы их задать. Друзья, вы тоже готовьте вопросы. Наверняка у кого-то есть. И первый вопрос голосом единички Андрей поставил. Секундочку. Просьба, друзья, по возможности вопросы компактнее формулировать, чтобы мы могли уложиться. И на, там, если две-три минутки на вопрос ответ было бы очень здорово. Андрей, пожалуйста, мне микрофон. Твой вопрос. Спасибо большое. К сожалению, камера не включалась. Плюс нормально меня. Да, хорошо. Чуть слабее. Если можно, чуть громче, чтобы я вышел. Да, хорошо. Так, посмотрите. Виталий Кремис, огромная спасительность в Кирске. Дело в том, что вы, я скажу, очень близкие люди. Масса всего общего. Вот. Это первое. И второе. Благодарю за прекрасный русский язык. Это очень сильный. Это в наше время огромный. Так, у меня два вопроса. Первый, скажем так, сомнение вопрос. Что, кстати, меня страшали? Я не дошел до страшного. Я дошел. Ну, первое, тоже, да. Вот. Что, кстати, 12-го, да, я его прочитал. Тем не менее, мне кажется, люди немножко лицемеются. Вряд ли это, может быть, аттруизмом. Аттруизм бесколесная помощь. Но я слышу такие же слова. Это было ранее желание ближе. Так, давай получаем больше, чтобы досталось отрезок, отрезок, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по идее, это теория разумного экономики. То есть, если мы вам сказали, если вы сказали, вы будете отъездить на два часа, в одну сторону полтора часа, в другую сторону, и сказали, что не всегда вы не получите, да, это. Вот просто так. Но я сомневаюсь, что вы видите. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Вы это делали, прежде всего, ради своего здоровья. Да, это такой цикл, этот западный круг. По идее, по идее, это как с религией. Если мы говорим, не грешили, ели праведно, и т.д., и т.п., да, то... И если вы делали обещание рая, вряд ли кто-то будет праведно. Все бы грешили, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Это разумный эгоик. Это первый вопрос. Второй вопрос. Тут нет. Ребят, никого не хочу обидеть абсолютно. Я работал и дворником, и сторожем, и санитаром, и заферный полку подымался пенсионером. Поэтому я... И, вернувши, скажем так, ручки образования это не криперрии. Это не черт. Но то, что я знал, мое субъективное мнение, когда я написал в Миннесофе, когда я поделал на АА, я заметил такую, ну это мое мнение, может я ошибаюсь, такую тенденцию. Люди, скажем так, в семье образования, еще раз, не критерий, в семье высшего образования, может быть они, я смогу отличить шубы от Шампен на георгий от Бангеля. Андрей, прошу прощения, я тебя переверну. Можно покомпактнее вопрос формулировать. Вот, и эти люди выздоравливают, не выздоравливают, это невозможно, они, ну, не пили отказы, это боль горсты, быстрее, проще, чем те, у кого высшее образование, у кого, скажем, те. Второй вопрос. Насколько выздоравливение, или скажем, отказ от алкоголя зависит от уровня интеллекта? Итак, первый вопрос. Формулирую. Насколько все-таки, все-таки, культуристичен для нас в США, может ли он 100% культуристичен? И второй вопрос. Насколько степень, возможность выздоровления зависит от уровня интеллекта? Умение такой, это очень важно, тем, кто выходит. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, замечательные, на мой взгляд, вопросы. Особенно по темам первого. Я отвечу сначала на второй вопрос. Мне кажется, я не знаю, как уровень потребления зависит от интеллекта или от ума человека. Здесь я не берусь судить. Я знаю, что выздоровление напрямую зависит от умственных способностей человека. Чем умнее человек, тем труднее ему выздоравливать. Я слышал еще в самом начале выздоровления, какой-то американский спикер говорил, что наша программа, она в принципе подходит для всех. Для бедных, богатых, умных, неумных, способных, неспособных, верующих, неверующих, для всех. То есть, может быть одна преграда на пути выздоровления. Человек может быть слишком умным, чтобы выздоравливать. Это относительно этого. Я не знал ни одного человека, который был бы, скажем так, слишком «тупым», чтобы выздороветь, чтобы сделать нашу программу. Но я, к сожалению, встречал и встречаю людей, которые слишком умные, для того, чтобы выздоравливать в нашей программе. Это относительно второго вопроса. Относительно первой темы. Это очень интересная тема. Я тоже много об этом думал. И мне кажется, естественно, в самом начале все действия, которые я делал по программе, они были эгоистические и они не могли быть такими. Потому что я пришел в программу законченным эгоистом, эгоцентристом. И начал я правильно с этого. Продолжая работать по шагам, я становился чуть менее и менее эгоистичным и освобождался. Но я хочу внести некоторые коррективы. Опять же, в мое понимание самого термина «эгоизм». Что такое разумный эгоизм, я не знаю. Кто-то называет, я еще слышал, кто-то говорит о здоровом эгоизме. Я не знаю, как это. Но ведь нужно понимать, что забота о собственной жизни – это не эгоизм. Вот это как раз-таки здоровое, если хотите, называйте инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Он сам по себе – это не эгоизм. Заботиться о себе – это не эгоизм. Эгоизм – это когда я хочу, чтобы все другие заботились о моем благополучии, о моем здоровье, о моем благосостоянии, когда я говорю «все другие», я имею в виду другие люди, и чтобы вообще весь этот мир заботился обо мне, о Виталике. А когда я сам забочусь о себе, это не эгоизм. Это нормальная, здоровая, я называю это любовь, забота о себе. Это не эгоистично, это нормально. Это нормально. Опять же, что касательно стопроцентного альтруизма, ну, насколько я понимаю, ничего абсолютного в этом мире нет. Да, ну, что может быть стопроцентное. Да, у нас в программе, да, и Билл писал об этом в книге «12 на 12», если не ошибаюсь, что стопроцентно можно сделать только там решение первого шага – не пить. Да, все остальное в главе программного действия, сразу после того, когда перечисляются 12 шагов, есть такая фраза, да, но никто из нас не мог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Почему? Там написано «мы не святые», да, «я не святой», и нигде в программе не сказано, что я им когда-либо стану, да. Поэтому говорить о каком-то там стопроцентном и абсолютном альтруизме. Кстати, слово «абсолют» так горячо любимое нашими, ну, я их называю родителями, да, Оксовской группой, у которых мы взяли, по сути, всю практику шагов и очень-очень много из идей, да, вот это вот у Оксовской группы были абсолюты, да, четыре Абсолюта Оксовской группы. Там абсолютная бескорыстие, абсолютная честность, абсолютная чистота и что-то еще, да. Кстати, Билл с самого начала говорил, что это представляло некую проблему для алкоголиков, потому что алкоголики не воспринимали какие-то абсолюты, им было очень тяжело. И это, кстати, была одна из, ну, можно это сказать, идеологических расхождений между Оксовцами и алкоголиками из Оксовской группы, да, те, которые потом в конечном итоге отделились от Оксовской группы. И создали то сообщество, которое сегодня начинается, называется анонимные алкоголики. Это вот именно то, что он понимал, что, да, ну, Абсолюты для, это не для нас, для алкоголиков. И, скорее всего, это не для большинства живых людей. Может быть, кто-то притязает на, там, абсолютное бескорыстие, абсолютную любовь. Я нет, я нет. Но то, что благодаря программе я становлюсь гораздо менее эгоистичен и гораздо более альтруистичен, да, скажем так, это факт. Да, и этого, этого на самом деле вполне достаточно, чтобы выздоравливаться и жить трезво. Опять же, вернусь к этому простому, это у нас написано, мы не святые. И нигде в книге не сказано, что мне нужно стать святым, да, чтобы в этом, чтобы в этом цель, да, достигнуть какого-то абсолютного альтруизма. Но вот эта тема, да, как я уже говорил, отдавая получаем, на самом деле, сама практика анонимных алкоголиков, она мне позволяет действительно бескорыстно отдавать в том плане, что когда я сегодня иду в реабилитационный центр, когда я сажусь с подспонсорным читать книгу, когда я иду на рабочее собрание комитета по донесению вести или реформированию общественности, я действительно не думаю о том, что это может принести мне какую-то выгоду. Да, я знаю, что вот то, что я отдаю, я получаю, но в отличие от этого, да, я встаю утром, вот мне нужно идти на работу, да, я не хочу идти на работу, я не хочу этого делать. Но я встаю, я понимаю, каждое утро вспоминаю, зачем я иду это делать. Я иду туда, потому что мне нужно заработать деньги, потому что деньги мне нужны, там, кормить себя, кормить семью, да, какие-то собственные потребности, чтобы это удовлетворялось. Я вижу и помню всегда о той прямой выгоде, которая у меня есть от того, что я хожу на работу, иначе бы я туда не ходил бы, да. У меня этого нету сегодня в анонимных алкоголиках, да, когда мне пишет новичок, привет, там, да, иногда в 2 часа ночи, человек, которого я никогда не видел, и я никогда не знаю, и говорит, слушай, брат, ну вот, блин, жопа полная, да, выручай, спасай, мне там нужен, там, там, да, спонсор, шаги, я не думаю, ой, блин, сейчас я там его там возьму в подспонсорное, да, я что-то с этого там поимею. Как ни странно, как ни странно, в тот момент чаще, чаще всего, не всегда, но часто руководит искреннее желание как-то помочь человеку, потому что я знаю, что я могу, и я знаю, в каком ситуации находится этот человек, и я не могу назвать это каким-то эгоизмом, и что у меня есть какая-то личная заинтересованность. И делая какое-то служение, делая какое-то, конечно, где-то там проскакивает и в служениях, и в спонсорстве, и какие-то элементы там, и гордыни, и я, как я уже сказал, я не человек там без дефектов, недостатков, мне далеко, далеко до святого, и в таком темпе я абсолютно уверен, что, скорее всего, я до самой смерти не стану святым. И это нормально, мне это не нужно, мне это не нужно. Да, я далеко не 100% аллитруистично там человек, и я далеко не на 100% избавился от эгоизма. Но по сравнению с тем, что было 6 лет назад, разница земля и небо, и этого достаточно. И этого достаточно, и как я уже говорю, именно анонимные алкоголики заставляют, заставили меня, научили меня, научили меня сегодня быть полезным другим алкоголикам, не задумываясь, на самом деле, о той выгоде, которая мне это дает. Потому что, если бы я думал о выгоде, которая мне дает, я бы уже давно эту схему признал нерабочим. Потому что, как я уже сказал, ничего от анонимных алкоголиков, по большому счету, я не получил. Работу, новую профессию, мне нужно было пойти, учиться, заплатить деньги. Для того, чтобы взять деньги, я хожу на работу, для того, чтобы там, ну, правда, моя жена тоже с анонимных алкоголиков. Вот, но тоже, да, тоже на самом деле, это не то, чтобы мне в анонимные алкоголики пришли и сказали, вот тебе жена. Да, наши отношения строились в конечном итоге вне сообщества анонимных алкоголиков, хотя она тоже вот три года восторавливает у нас в сообществе. Да, то есть, по большому счету, можно сказать, что, ну, вот, это возвращается ко мне, но в тот момент, когда я иду и служу алкоголиком, анонимным алкоголиком, я не руководствуюсь каким-то, вот, я пойду, я послужу, и мне там за это будет ковришка какая-то. Нет, 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 а то, что я сегодня забочусь о себе и о своем, опять же, каком-то там благосостоянии, я не считаю это эгоизмом, я это, ну, я называю это любовь к себе. Ну, вот, как-то так. Все, спасибо. Извините, что затянул с ответом, мне казалось, что это, ну, важная, интересная тема. Спасибо. От Антона, вот, еще, ну, у него такой тоже, получается, дубль вопрос из двух частей, но, на мой взгляд, их можно соединить, поэтому зачитаю их вместе. Первая часть, какие дефекты характера выявил и как с ними работал? И вторая часть, если были люди, мешающие выздоровлению, если были, то как ты выкручивался? Вот такой момент. Ну, да, отвечу сразу, так же, как в прошлый раз, на второй вопрос. Нет, скорее всего, таких людей, которые мешали моему выздоровлению, не было, наоборот. Наоборот, мне повезло, что я был окружен и мои родители, и мои близкие, они только помогали мне, продолжают помогать мне в моем выздоровлении. И если есть люди какие-то, которые мешают мне выздоравливать, ну, эта проблема не в тех людях, а во мне в конечном итоге. Ну, а первый вопрос, какие дефекты я выявил, вы знаете, интересно, когда я писал четвертый шаг, пятый шаг, мы говорили про дефекты, недостатки, в шестом шаге со спонсором. Есть такая практика, ее тоже используют в некоторых спонсорских линиях, выписывать свои дефекты и недостатки. Мы же этого не делаем, да, почему? Ну, опять же, не делаем, да, мне спонсор сказал, вот, ну, не делать этого. То есть я выписал свои дефекты и недостатки в четвертой колонке четвертого шага, да, и отдельно составить список каких-то дефектов. Я пришел к спонсору и говорю спонсору, ну, а вот, почему бы мне не составить список дефектов моего характера? Он говорит, а зачем тебе это надо? Зачем тебе самому составлять этот список? Этот список уже давно готов. Зайди в интернет, да, открой гугл, напиши список всех человеческих недостатков, которые есть, вот у тебя будет весь этот список, он уже готов, да, и поверь мне, они все у тебя есть. Да, и со временем я понял, насколько он был прав, да, потому что, ну, вот, мне казалось, что какие-то дефекты у меня есть, каких-то нету, а на самом деле просто те дефекты и недостатки, которые вот были, скажем, такими явными и которые руководили моей жизнью, они постепенно начали после, там, когда я написал, опять же, четвертый шаг, пятый шаг, девятый шаг, когда вот, ну, скажем так, я не люблю это слово, закончил круг шагов первый, да, я, ну, вот, сделал основную часть программы со спонсором, очень многие дефекты и недостатки отступили на, скажем так, они, я от них не избавился полностью, они никуда не делись, они никуда не пропали, хотя был какой-то короткий момент, обычно это называют розовым периодом выздоровления, когда мне казалось, что, ну, действительно, я лишен этих недостатков, но оказалось, что нет, они просто, и Карл Юнг это очень хорошо описал своими словами, вот в главе, опять же, выход есть, где он там с Роланду, Роланду говорят, что мысли, эмоции, там, духовные ценности, которые играли ведущую роль в жизни этих людей, отходят на второй план, они не исчезают, да, то есть мой эгоизм, мои дефекты, мои недостатки, они не исчезают, я от них не избавляюсь в том плане, что они перестают во мне быть, они все остаются во мне, сегодня все дефекты и недостатки, которые у меня были 5-6 лет назад, они сегодня есть во мне, они сегодня не руководят моей жизнью, скажем так, я люблю это слово, я невидом, как у нас сказано в третьем шаге, я невидом часто своими дефектами и недостатками, но за место них начали появляться другие, те, которых я не подозревал, если раньше обида, злость, какие-то претензии, осуждения на других людей, оно начало отходить, как я начал выздоравливать, вдруг появились какие-то дефекты, недостатки, которые до этого были никогда не присущи мне, как мне казалось, как зависть, да, я когда бухал, я вообще никому не завидовал, да, мне было вообще наплевать, что там есть у других людей, что там нету, да, со временем я начал выздоравливать, моя жизнь, в том числе и материальная жизнь, начала приходить в какое-то нормальное русло, я стал оглядываться по сторонам, я увидел, что сколько много я времени потратил ни на что, да, я пришел на алкоголик, у меня не было ни семьи, ни друзей, ни образования, ни нормальной работы, ни денег, ничего, да, в то время, когда увидели в моем возрасте, тех моих друзей, моего брата младшего, все это было, и во мне начало вот это чувство зависти, непонятное, я уж удивлялся в первое время, как это я кому-то там завидую, да, и окей, я когда писал второй же раз, четвертый шаг, через где-то года полтора, тоже с этим пришел к спонсору, и тоже эти дефекты и недостатки со временем, да, они отступают на второй план, продолжая делать там действия, опять же, десятый шаг, одиннадцатый шаг, и появляются какие-то новые, какие-то возвращаются, да, какие-то там желания осуждать людей, да, приходит какой-то там, я не знаю, какой-то момент, какая-то духовная гордыня, да, что на самом деле очень большой дефект и недостаток, да, когда начинаешь выздоравливать, ты понимаешь, что ты выздоравливаешь правильно, а другие не выздоравливают правильно, и вообще не выздоравливают, и вот это вот чувство превосходства над другими людьми, хотя большую часть жизни, особенно в алкоголизме, в активном, я там ощущал себя там ненужным, несчастным, и там последним каким-то там червем, да, без которого никакого, а со временем, да, я же все-таки, я выздоравливаю, я там спонсирую много кого, я служу, я вроде там чего-то начинаю значить, появляется такое чувство собственной важности, и все это, все это очень, вот, это вообще программа, это очень живой процесс, да, это очень живой процесс, это постоянно какие-то дефекты приходят, какие-то, опять же, уходят, но уходят не навсегда, да, продолжая работать, да, делать действия по программе, Бог освобождает, кстати, освобождает, он может меня от этого дефекта освободить сегодня, то есть я сегодня могу там, не знаю, увидеть человека на какой-то крутой тачке, и моя реакция будет, ну, красавчик, чувак, да, заработал, да, абсолютно не это, то же самое я могу увидеть его завтра, и сказать, вот, сука, где он бабок наворвал на такую машину, то есть, опять же, если меня сегодня Бог освободил от какого-то там дефекта зависти, или там злости, или осуждения, завтра, он же может проявиться во мне завтра, поэтому у нас программа на каждый день, и, как я уже сказал, нету таких дефектов и недостатков, которые бы я, вот, лично верю, что в каждом человеке, это лично мое, вот, мнение мое, то, что я верю, в каждом человеке есть абсолютно все плохое, и абсолютно все хорошее, что, вот, может быть в людях. Проблема, не проблема, а дело в том, что, вот, в силу каких-то там ситуаций, обстоятельств в жизни, да, какие-то там качества сегодня не проявляются, завтра не могут проявиться, это же относительно и дефектов и недостатков, это же и относительно каких-то там, ну, назовем это, духовных качеств, да, ну, вот как-то так. Спасибо большое, Виталик, и последний вопрос на сегодня, там тоже-то покомпактнее, чтобы за таймер не выйти. Пожалуйста, поделись, так, Андрей спрашивает, поделись, пожалуйста, о духовном развитии и пробуждении в своем выздоровлении. Да, спасибо, ну, покороче постараюсь, хотя это тема целую спикерскую. Это все очень живой, как я уже сказал, процесс, вообще все это процесс, да, мне раньше казалось, и опять же, у нас сказано в большой книге, да, кстати, в приложении часть 2, духовный опыт, который находится на странице 183, если это книга без истории, да, там говорится, что у многих алкоголиков, в том числе у меня, было некое такое заблуждение, что мне казалось, что вот должно случиться какое-то сильное, мгновенное, да, духовное пробуждение, духовное озарение, вслед за которым последуют какие-то сильные изменения в личности, восприятии и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле у большинства алкоголиков это процесс, это процесс, который, наверное, начался в тот момент, когда я принял, осознал свой первый шаг и признал бессилие, да, и он продолжается на сегодняшний день. У меня не было каких-то там ярких вспышек, не было каких-то там ярких просветлений, были какие-то состояния, которые я могу, скажем так, идентифицировать как некие духовные пробуждения, это были... Но вы знаете, что знаю, что интересно насчет духовных пробуждений своих, в тот момент, когда они происходили, я никогда и вот в тот момент, когда они происходили, я никогда не понимал, что это вот было духовное пробуждение. Всего, оглядываясь назад, да, я вдруг понимаю, а, это было духовное пробуждение. А что духовное пробуждение, это чаще всего некий, вы знаете, элемент некой осознанности, вдруг я что-то осознал, что-то, что я знал, что-то, что я слышал, что-то, что, возможно, тысячи раз мне об этом говорили, вдруг это провалилось из моей головы, мне в сердце, вдруг я осознал, что это так, да, вдруг я осознал, что Бог есть, Бог, высшая сила, неважно, я понял, что что-то есть, да. В тот момент, когда я понял, я не понял, что это духовное пробуждение, оглядываясь назад, я понял, что это было оно и так много чего другого. В какой-то момент я понял, что я могу быть добрым другим людям и это классно и это хорошо и я хорошо с этим чувствую, да. Я понял, что я могу со смирением какие-то вещи принимать, я могу, во мне есть какое-то мужество, во мне есть какая-то честность и это хорошо и это правильно. И это процесс, который продолжается, да, то есть духовное развитие, я не становлюсь, ну вот, я не люблю это слово, в крайней мере, по отношению ко мне, может быть, кто-то в программе в анонимных алкоголиках становится там духовным человеком. Я становлюсь чуть более, ну, я приобретаю какие-то духовные качества, которых у меня до этого вообще не было, они были атрофированы. Я вдруг в какой-то момент почувствовал, что я могу испытывать благодарность. Это не значит, я не могу назвать себя благодарным человеком. Очень часто я не замечаю, да, тех вещей, за которых я могу быть благодарен. Это вот иногда некие вспышки, да, когда я ощущаю некую благодарность за то, что у меня есть. Это некие такие вспышки, да, когда я ощущаю какое-то там сострадание, сочувствие к ближнему, да. Я не могу сказать, что при этом я постоянно там люблю всех вокруг или сочувствую всем вокруг, или там я там добрый и там это. Нет, нет, очень часто нет. Очень часто, чаще всего, да, у меня просто нету, я слишком занят собой на сегодняшний день. Но я сегодня гораздо более, ну, можно сказать, духовный, чем я был 6 лет назад абсолютно законченным эгоистом. Я сегодня чуть меньше эгоист, чем я был. Я сегодня чуть меньше зациклен на себе, чем я был. И это не значит, что я перестал быть эгоистом и эгоцентристом. Я сегодня чуть более, во мне проявляются духовные качества. Это не делает меня абсолютно духовным человеком. Да, ну вот я считаю, что мне до духовного человека это вот, да, наверное, что-то, что. Я чуть-чуть-чуть более духовный. И, как я уже сказал, благодаря этому, как ни странно, вот этому по чуть-чуть, моя жизнь меняется очень-очень сильно. Да, да, то есть, вроде бы я становлюсь чуть менее эгоцентричным, эгоистичным и становлюсь чуть более духовным, а моя жизнь из полного дерьма, да, превращается в абсолютную противоположность, в нормальную, наполненную, какую-то осмысленную жизнь. Ну, вот как-то так, не знаю, ответила я или нет. Да, спасибо большое, Виталий, спасибо за твое выступление спикерское, спасибо за твои ответы на вопросы. Все было классно. Спасибо вам. Сколько лет выздоравливаешь, и был ли откат в программе в плане эмоциональной прежности, да? А куда ожидать? Да, я ничего не знаю. Окей, вопрос, сколько лет я в программе, да, сколько я выздоравливаю? Ну, вот, как я уже сказал, я отрезу 5 лет и 10 месяцев, 10 октября у меня будет 6 лет, 2 месяца я был в репцентре, и потом я пришел на группы, где-то примерно со спонсором мы начали, где-то у меня было 100 дней по книге работы. Ну, вот, примерно где-то это время, можно сказать, что я выздоравливаю. Юля, выключи микрофон, пожалуйста. У тебя включен микрофон. Вот, спасибо. А насчет откатов, смотри, я не могу сказать, что у меня были какие-то, были, конечно, бывают, и чаще всего бывает, выздоровление не идет гладко, да, бывают и какие-то состояния вроде бы, причем, поначалу я считал, что это как-то связано с то, что я не там, может быть, не доделываю что-то по программе, что, может быть, я что-то там не так делаю, это, ну, многим свойственно. Это нормально, да, сегодня хорошо, завтра плохо, завтра плохо, послезавтра хорошо. И, вот, знаешь, это интересная вещь, которую, вот, я же говорю, есть какая-то, ну, опять же, на мой взгляд, да, но кто не хочет с этим, может не соглашаться, мне, как бы, без разницы, что может быть такое выздоровление, что вот все идет, да, и все там, вроде бы, все хорошо, и все по кайфу, да, главное, правильно там, хорошо делать программу. Ну, мой опыт говорит, что это совсем не так, да, в жизни бывают черные, белые полосы, да, это вот заезженные фразы, которые, вроде бы, как бы, я слышал всю жизнь, и это так есть. Да, ну, в жизни и дерьмо случается, и случаются просто моменты, когда просто херово, и дни бывают, иногда бывает день, просыпаешься, и хочется сдохнуть, да, непонятно почему, да, хотя, опять же, хотя, вроде бы, я что-то, я все делаю правильно. Да, поэтому... Да, ну, да, да, вот, и это нормально, я на сегодняшний день это все меньше и меньше связываю с состоянием, вот, как у нас часто говорят, про эмоциональную трезвость, или про какое-то сухое пьянство, я не могу сказать, потому что все-таки худо ли, бедно ли я все шесть с половиной лет, пять с половиной лет я в программе. Да, иногда я делаю чуть больше, иногда я делаю чуть меньше, но я все пять лет, в крайнем случае, я служу, я спонсирую, я делаю ежедневные действия, там, одиннадцатый шаг. Да, когда-то я делаю одиннадцатый шаг десять минут, когда-то делаю полторы минуты, когда-то медитирую пять минут, когда-то медитирую две минуты, когда-то я хожу три-четыре-пять раз на группу в неделю, когда-то я хожу один раз в неделю. Да, бывает, что там работаю с одним подспонсорным, бывает, что десять подспонсорным, но я все равно все время в программе, поэтому я не могу сказать что у меня есть какие-то вот там сухая трезвость сухая пьянка или как говорят но но даже делая все это бывают да бывают вдруг какие-то наступают периоды кисляка да бывает что ну вот хреново и непонятно почему да вроде бы я делаю все что я делаю да вроде бы я это и все равно хреново я же говорю я раньше это связывал мне казалось что вот можно научиться делать программу так чтобы все время было хорошо но это но это не правда да не может быть все время в жизни хорошо да более но а мне же не самом деле я ведь жизнь не только вот она состоит из хорошо и плохо жизнь бывает хорошо чуть менее хорошо бывает нормально бывает чуть хуже бывает еще чуть хуже бывает хреново но для меня как для алкоголика любое состояние которое не хорошо я уже начинаю воспринимать как какую-то катастрофу. Первые пару лет я очень болезненно воспринимал эти состояния. То есть, если мне не было хорошо, я начинал страдать. И это тоже навык, который приобретается с годами выздоровления, понимая, что в жизни не может быть все время по кайфу, не может все время переесть от программы, не может все время быть и даже в программе, и даже делая все действия бывают состояния, когда это. И это нормально. И на сегодняшний день не может быть грустным, не может быть даже плохо, не может быть настроением, у меня может быть какой-то там депрессничок. Чаще всего это не продолжается больше одного вечера на сегодняшний день, но это случается. И что самое главное, что когда это случается, в моей голове всегда автоматически появляется мысль, так будет всегда. Да, вот, блин, вот, вот, вот. Но я знаю, что это на сегодняшний день, что это не так, что это пройдет, что это всего-навсего состояние, просто которое нужно пережить. И ничего страшного. То есть, да, и ничего страшного в том... И один из вот таких вещей уникальных, вот, который дала мне программа, она научила меня не страдать. Не страдать из-за того, что мне нехорошо. Да, мне может быть, опять же, может быть, не очень хорошо, может быть, даже в чем-то плохо. Но я из-за этого не страдаю. Я знаю, что это состояние, которое пройдет. По-моему, любимый мой писатель Пелевик, он всегда говорил, что боль – это просто боль. А страдания – это боль по поводу боли. Вот когда я начинаю, когда мне перестает быть хорошо, мне становится не очень хорошо или мне становится плохо, и я начинаю этому сопротивляться, я начинаю говорить, что это неправильно, так не должно быть. Мне не знаю, мне нужно там начать лучше делать программу, мне нужно начать лучше делать, вот я там не делаю достаточно одиннадцатый шаг, или я там недостаточно служу, я начинаю страдать. А когда я говорю, окей, хорошо, это состояние, оно всего-навсего пройдет, как и все в жизни проходит, оно действительно проходит, ну вот, очень быстро. Поэтому откаты, опять же, очень тяжело назвать, что такое откаты. Опять же, от программы нет, я все время в программе. Но, опять же, бывает хорошо, бывает прет, бывает замечательное настроение, бывает хреново. Почему, я не знаю. И, опять же, чаще всего это не связано с какими-то там действиями, которые я делаю или не делаю. Я могу там, может быть, плохо, там обмолиться хоть до усрачки, сходить на три группы там в день, и все равно продолжает быть хреново. Да. А если я там в отпуске, например, и там не хожу на группы, не общаюсь почти что с спонсорными, и даже там молюсь на скорую руку, и чувствую себя при этом замечательно. Ну, вот как-то так. Да, спасибо. Поэтому, вот я новичкам говорю, особенно тем, кто первое время в программе, главное не начинать паниковать, потому вот когда вдруг, вот первые месяцы, если действительно человек делает программу, и его начинает переть, и когда перестает переть, главное не впадать в панику, не говорить, что вот случился какой-то откат. Нет, случилось нормально. Вот получил, да, свое духовное пробуждение, проперся, кайфанул, все, достаточно. Дальше обычная жизнь со всеми ее, скажем так, и прелестями, и непрелестями, и хорошим, и плохим, и тяжелым, и этим состоянием. И это нормально. Нет, нормально. Еще вопрос? Еще вопрос? Еще вопрос. Не успел. А можно задать? Я поставила там единичек. А, ну ладно. Давайте вперед. Ага, здравствуйте, Ира Камчатка. У нас сейчас седьмое час утра. Ну вот хотела спросить вопрос, поделиться своим опытом. Были ли вот ущербы своим близким? Ну как бы не специально, да? Ну не специально, но так вышло. Как говорится, залезли на чужую территорию, нарушили границы. Ну вот эту... Ну девятку как бы... Ну не хотят от тебя принимать, а тебе больно. Откуда ты сам же в зала, скажем? Окей, Юля, у тебя опять тебе микрофон включен. И вот что надо? Оправдываться? Вот как-то не получается ни десятку сделать, только вот Богу молиться, и проживать вот эту волю тогда, или как вот эти... Да заебался, тебе первое завалилось. Кто там? Я. Да, спасибо за вопрос. Ира, доброе утро. Седьмое сейчас утро. Я сейчас еще кого-то дару перед ним даю. Да, отвечу на вопрос. Конечно, были девятые шаги. Причем, на самом деле, я вот когда делал первый раз девятые шаги, я, к удивлению для себя, ведь я же когда... Я вообще считал себя неплохим человеком. Да, и мне казалось, что я никому не наносил ущерб особо. Да, я понимал, что я пью, я там себе наношу ущерб. Да, я где-то там приворовал, где-то обманывал, но в общем и целом я не был каким-то плохим человеком. Аля, выключи звук, пожалуйста. И в принципе, я не был плохим человеком, да. И никогда я намеренно, фактически не наносил ущерб. То есть вот я фактически не помню в своей жизни каких-то случаев, чтобы я просыпался с каким-то там, с намерением кому-то наносить ущерб. Большинство того ущерба, которое я нанес в жизни, это было случайно, это было нечего. То есть это не то, чтобы было случайно. Я не думал о том, чтобы наносить ущерб другим людям. Я думал о том, чтобы сделать хорошо мне. То, что делая хорошо себе, я при этом наносил ущерб другим людям, я этого не видел, просто потому что я не видел других людей. Вот это вот эгоцентризм, как я его понимаю. Это просто, ну вот я не вижу других людей. Я вижу себя, я вижу, что нужно мне, я делаю что-то для этого. А то, что при этом страдают другие люди я это просто не замечаю но я опять же я не делал этого намеренно и специально поэтому большинство ущерба я наносил ненамеренно случалось ли так что другие люди потом не хотели принимать у меня девятый шаг и извинения ведь на самом деле девятый шаг не говорит о том что другие люди должны нас извинить или там простить или даже выслушать и сказать что возместить ущерб нет девятом шаге сказано там кстати есть момент где сказано что нас могут выгнать там из кабинета но это не важно главное главное в том что я действительно готов я осознал что я нанес ущерб и я готов его исправить если человек не готов это принять это скажем так это уже не моя проблема да и самое важное в девятом шаге это именно то что я осознаю и это хорошо потому что опять же то та иллюзия которая может быть у меня что я наверное когда-то стану таким или я должен быть таким хорошим в программе там благодаря богу и шагам что я вообще-то мне не буду наносить ущерб это же иллюзия да я буду наносить ущерб во мне будут проявляться мои дефекты и недостатки и я буду наносить ущерб другим людям это неизбежно это не хорошо или плохо это то что есть по факту но программу не дает сегодня возможность и девятый шаг и вот это вечерняя они не дрезаться 11 шага вечерние увидеть осознать это попросить прощения у человека у бога если человек меня не простит то бог просит и бог не ну вот в моем понимании бог или высшая сила не скажет ага вот там человек тебе там не хочет даже ты возмещал ущерб а боже меня на меня и так как бы да он мне он мне все прощает ну как я это понимаю начием сдох давно боже да и если бы но глава главное в этом процессе самому осознать и признать свою ошибку это самое главное и в вечернем 11 шаги я тоже часто вот люди люди которые новички часто говорят мне ну смотри вот этом делу 11 шаг отвечая на вопрос что там был я сегодня эгоистичный честно может быть я кого-то там обидел до слился на кого-то и вот я сижу и отвечаю на эти вопросы и да я вижу что я блин я был эгоистичный был нечестный испытал страх и такая короче депрессия на меня нахватывает да короче не хочу ли это делать ну стрёмно я сделал одиннадцатый шаг дал увидел какой я плохой и вот блины и но это неправильно это действие она предназначена не для этого да это действие это само по себе признание того да что я человек с дефектами и недостатками да я задеваю других людей но если раньше я жил свою жизнь и даже не видел и не осознавал этого то сегодня мне дана возможность увидеть это осознать это признать это прийти с этим другим людям и к богу и это самое важное а то что я продолжаю быть эгоистичным то что мы продают поведение продолжать задевать людей это ну вот в порядке вещей опять же не просто не люблю это хорошо это плохо наверное это плохо но с другой стороны если бы там плохо но мое понимание наверное этого бы не было это мне дает возможность духовно духовно расти и исправлять свои дефекты и недостатки и это нормально все хорошо и это нормально спасибо спасибо но где-то надо пережить да вот эту вот это нужно пережить я как уже в программе значит я с богом да должна это пережить потому что я впадаю в такое одиночество одно состояние понятно что это элемент саможалости но это надо пережить и как если что у бога бог разберется отдать это на волю бога но опять же применить в том что опять же моя проблема основная как алкоголика я считаю я не помню кто сказал из умных людей сказал по моему картоне да у него есть такая фраза он говорил что в корне в природе любой зависимости лежит нежелание принимать человека причитающиеся ему страдания то есть о чем идет речь я накосячил я чувствую себя плохо и проблема не в том что я накосячил проблема в том что я не хочу чувствовать себя плохо я не хочу этого переживать я не хочу переживать назовем их так негативные чувства я не рада я это состояние не хочу я не хочу чтобы мне было плохо а ведь это нормально элементарно и скажем так вот в жизни как бы опять если хорошее и плохое и человек по жизни должен научиться и переживать и хорошее и плохое и это нормально это часть того чтобы мы называем жизнью это вот опыт просто проживание этой жизни да и хорошее и плохое со мной случается и хорошее чувство и плохие чувства и хорошее состояние плохие состояние и мне нужно научиться пережить и то и другое в ровной мере да но я этого не хочу я со всей силы сопротивляюсь я да и вот я же помню как мне всегда в детстве мама говорила там с 5 лет сколько я себя помню она объясняла мне эти вещи да в жизни бывает хорошо в жизни бывает плохо в жизни случается что-то хорошее в жизни случается что-то плохое головой я понимаю что это нормально и так это должно быть но когда что-то случается плохо если с вами случается я говорю ну нормально это часть жизни да ну жизнь случается и хорошее и плохое в тот момент когда случается плохое со мной я сразу автоматом реагирую так ну это не это не должно случаться со мной это неправильно мне не должно быть плохо. А на самом деле должно быть. Должно быть. Должно быть плохо. Если я что-то накосячил, и мне стыдно, и я чувствую из-за этого плохо, это нормально, так это должно быть. Если меня кто-то там обидел, и я обиделся, и я чувствую из-за этого плохо, это нормально. Я и должен чувствовать себя плохо. Но я до сих пор продолжаю этому сопротивляться. А вот принять и осознать, что это нормально, это нормально переживать эти же неприятные чувства, я их просто переживаю. И в тот момент, когда я их переживаю, кто-то называет это эмоциональным взрослением. Да, я просто взрослею. Я становлюсь чуть более взрослым, чуть более опытным человеком. Мне как алкоголику это трудно, потому что я с 14 до 37 лет, я все негативные свои состояния, ощущения, мысли, я и ушел алкоголем. Я поэтому так и любил алкоголь. Плохо, накатил, хорошо. Стыдно, накатил, хорошо. Неприятно, накатил, хорошо. Лекарства, да, от вот этих вот состояний. Я всю свою жизнь пытался убежать от этих состояний. И в 37 лет я вдруг обнаружил, что я обижаюсь как мальчик, там что-то какие-то эти, как ребенок. Многие алкоголики говорят, я протрезвел, я был как ребенок. Я начал бухать в 14 лет, я вот таким и остался эмоционально недоразвитым. Сегодня, да, сегодня мне приходится на трезвую голову переживать все эти состояния, которые я должен был пережить тогда, в 14-15, в 20 лет. Нормально, это возможно. Просто принять, просто принять для себя, что это окей, это часть жизни. Жень, можно короткий вопрос? Коротенький, коротенький, быстрый. Так, алкашу 12 шаг, кошке корм, бабушку через эту улицу перевезти. А как Богу быть полезным? Свечку или 50 рублей дать для священника? Что? Какая полезность для Бога? Быть полезным его детям, любимым. То есть людям. Богу это достаточно. Ну, как я это понимаю. Хочешь быть полезен, быть полезен людям. Хочешь быть полезен Богу, будь полезен людям. Хочешь любить Бога, показать, что ты любишь Бога, люби людей. Хочешь, что ты уважаешь Бога, уважай людей. Вот и все. Вот, я вижу, у вас уже собрание должно начаться. Следующее, да? Так что я вас покину, ребята. Спасибо вам огромное за вопрос. Спасибо вам огромное за то, что пригласили, за эту возможность. Ну и с Богом всем! Удачи!